В своём прошлом видеофильм «Собачье сердце. Есть ли в нём хоть один положительный герой» я выразил своё отношение к профессору Преображенскому. Отношение моё к нему в общем и целом отрицательное. Но разве только мне не нравится доктор, набивающий свой карман за счёт богатых бездельников? Сами персонажи «Собачьего сердца» относятся к нему не с восторгом, кроме, пожалуй, прислуги и барменталя, которые зависят от профессора. Это бесподобно. Вспомните, что говорил пёс, когда его ещё не превратили в человека. Классная деляга и похабная квартирка. Жилтоварищи сказали откровение. Вас следовало бы арестовать. Да и сам Пётр Александрович, высокое должностное лицо и покровитель профессора, «Если бы не необходимость операции, наверняка бы дал ход доносу на Преображенского». Сцена, где профессор вызывает бурные овации от коллег-учёных, Бортков выдумал. В романе её нет, и знаменитая фраза барменталя «Без реторты Фауста создан гомункул» была написана в дневнике ассистента профессора Карандашова. «Выступление барменталя на научном обществе – выдумка режиссёра Бортка». Тут мы подошли к тому самому нюансу, о котором я написал в заголовке своего видеоролика. «Если бы барменталь действительно сравнил Преображенского публично среди коллег с Фаустом, как это было в фильме Бортка, то был бы большой конфуз. Почему? Потому что умный и образованный человек, который просто обязан знать Фауста Гёта, обратил бы внимание на этот момент – не Фауст создал гомункула. Так неужели Булгаков допустил ошибку? Нет, и ещё раз нет. Допустив явную ошибку, писатель знал, что неучи пропустят это и не поймут насмешки над Преображенским. Фауст тоже был доктором, и доктором-неудачником. Он не сумел ничего в жизни сделать. Фауст всю жизнь тяготился своим отцом, врачом, который убивал одних, чтобы спасти других. Поэтому сравнивать Преображенского с Фаустом – это всё равно, что публично позорить учёного. А кто создал гомункула? Гомункула создал ученик Фауста Вагнер – кабинетный учёный, для которого наука была нужна ради самой науки. Открытие гомункула произошло после вмешательства Мефистофеля. Улавливаете мысль? Без вмешательства дьявола у них не обошлось. То, что я не люблю Преображенского, не означает, что я разделяю взгляды на жизнь Швондера и Шарикова. В повести, если разобраться, нет вообще положительных героев. Мне не нравится Деляга Преображенский, а Преображенскому не нравятся другие – от недорезанных большевиками помещиков до пролетариата. Может быть, мне не нравится Филипп Филиппович, потому что он кичит со своим положением Блатнова, у которого покровитель в Кремле. Может быть, за то, что он, ругая советскую власть, с нею сотрудничает, как и некоторые современные деятели культуры и бизнесмены. Да мало ли еще почему. Кому-то нравятся жареные мозги, как Преображенскому, а кому-то нет. О чем спорить? О вкусах не спорят. Субтитры сделал DimaTorzok